Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тесто у нас готово. Мы его положили в пакет и оставляем его отдохнуть на 20-30 минут. А в это время мы займемся приготовлением начинки. Для начинки нам понадобится картофель. Его надо будет отварить и приготовить из него пюре. Все, тесто наше уже полежало 30 минут. Мы его сейчас разделаем на кусочки, чтобы можно было катать уже небольшие такие лепешечки для костыбы. 16 заготовочек получилось. Сейчас мы тесто будем раскатывать каждую очень тонко. Прям тоненько-тоненько. Лепешечка даже надо у нас. Я делаю сначала несколько заготовочек. Вот такая заготовочка у меня получилась. Вырезаю я крышечкой. Хочу сделать сегодня такие миниатюрные, очень маленькие, аккуратненькие костыбы. Вот когда уже получилось небольшое количество наших заготовок, можно начать их обжаривать на сковороде. Жарить мы будем без масла, просто подсушивать на сковородочке. Сковородку необходимо очень хорошо разогреть. Она должна быть очень горячая, чтобы наши лепешечки не сушились, а очень быстро готовились. Если они очень будут долго лежать на сковороде, они станут сухие, ломкие и не согнутся в костыбы. Одновременно необходимо приготовить два полотенца. Мы их будем, наши лепешки будем выкладывать на полотенце обязательно и накрывать полотенцами, чтобы они у нас остались мягкими, эластичными. Готовятся они достаточно быстро, прям буквально вот до такого состояния. Накрываем сразу полотенцем и кладем следующий. Можно заготовочки накатать все сразу и потом только их постепенно обжаривать. Можно и катать, и обжаривать. Кто вот как может успевать, тот так и делает. Потому что они готовятся действительно очень-очень быстро, буквально полминутки с одной стороны, полминутки с другой. Лепешечки наши готовы. Вот такие они аккуратненькие, хорошенькие. Лежат, мягкие. Картошка наша тоже сварилась. Я чуть-чуть, буквально немножечко, пару маленьких кусочков положила сливочного масла. Все равно мы будем добавлять масло, обмазывать им пюре. Но вот чуть-чуть я добавила для вкуса. Сделаем пюрешечку. Любимым для вас способом можете сделать пюре. Можете добавить сюда лучок жареный. Я сегодня готовлю с мелкорубленным укропом. Горячее молоко. Не холодное, обязательно должно быть горячим. И посолить, поперчить можно по вкусу. Чтобы вам было вкусно. Пюре не надо делать слишком жидким. Такое среднее оно должно быть по консистенции. Чтобы оно не вытекало, когда вы его едите. Костыбы. Вот такое пюре у нас получилось. Воздушное, вкусное. Будем собирать наши костыбы. Когда у нас все готово, подготавливаем форму, в которой мы их будем немножко запекать. Буквально 10-15 минут. Поэтому надо духовку обязательно разогреть. Приготовили растопленное сливочное масло. Я взяла пол пачки растопленного сливочного масла. Наши лавашики, лепешки. И пюре. Берем одну лепешечку. Хорошенько с двух сторон промазываем растопленным сливочным маслом. Выкладываем ложечку пюре. Распределяем. Закрываем. Можно пюре тоже смазать маслом. Кто как уж любит. Придавливаем немножко. И сейчас формочку я тоже немножечко смазала сливочным маслом. И выкладываем форму. И так все лепешечки. Пока не закончатся они. Маляное масло. Сливочное масло. Закрываем. Вот такие красивые костыбы у нас получились. Ставим их на 10-15 минут в разогретую духовку. Вот такие вкусные, настоящие татарские костыбы у нас получились. Готовить их одно удовольствие. Это очень просто и легко. Всем желаю приятного аппетита. Приятного чайпития. Подписывайтесь обязательно на наш канал. Всем пока-пока. Не забывайте ставить лайки. Отлично. Продолжение следует...